К нашему эфиру присоединяется политический аналитик, политтехнолог и журналист Ярослав Макитра. Ярослав, приветствуем вас. Доброе утро. В вполне таком логичном развитии событий в связи с российской агрессией Украина вводит визовый режим с Россией. Что это изменит? Как вы считаете? Ну что изменит? На самом деле уже с февраля граждане россияне не могут ездить в Украину. Это решение, оно скорее такое решение на будущий период, так как возможно, когда окончатся боевые действия, тогда эти правила действительно будут действовать. Потому что, повторюсь, на самом деле сейчас невозможно заехать гражданам России на территорию Украины. Но что изменится тогда на самом деле? Ну если будет визовый режим, конечно, это будет проверка каждого гражданина, который будет пытаться приехать в Украину, будет процедура его проверки. Будут специальные разрешения, а не так, как это было раньше. Напомню, что буквально несколько лет тому назад, буквально уже при власти Зеленского только введение был режим по заграничным паспортам поездки россиян в Украину. А до этого вообще процедура была просто по внутреннему паспорту. Конечно, это позволяло россиянам, в том числе и их ДРГ, даже будем говорить, разным гражданам заезжать в Украину и потом принимать участие в боевых действиях в Украине. Сейчас это, конечно, будет сделать намного сложнее и фактически нереально, если будет эта процедура действовать. Ну, повторюсь, она вступит в действие, очевидно, уже после того, как боевые действия откончатся. Ярослав, а вот немножко истории. Я напомню, что отмена визового режима – это вопрос, который поднимается в Украине, ну, не первый год. Впервые, по-моему, еще в 2014 году спикер парламента Порубий предлагал эту идею публично в парламенте. Но почему-то тогда она не нашла поддержки. Почему так случилось тогда? Ну, предыдущий президент, фактически после активных боевых действий 2014-2015 года, так, были установлены минские так званые соглашения, и был такой путь на поиск, по крайней мере, примирений. Целое множество других, не только в визовом режиме речь, там и договора с СНГ, много разных документов действовало на протяжении пяти лет. То есть был выбран такой режим поиска, ну, если не мира, то хотя бы компромисса с Россией и поиск дипломатического решения конфликта. Очевидно войны, так, очевидно, что это стало невозможным и нереальным, очевидным. Сейчас это, конечно, ну, может и удивлять, ну, потому что действительно, я считаю, что логично было это все вводить, конечно, в 2014 году, и надо было этот вопрос решать заранее. У нас было сейчас очень много, меньше проблем. Но факт остается фактом. Был поиск дипломатического решения войны, и это касалось не только безвизового режима, безвизового режима с Россией, фактически, но и в том числе мы можем вспомнить и поезда Москва-Львов, Москва-Киев, так, и другие через территорию Украины курсировали. То есть буквально тоже несколько лет назад был закрыт этот путь. То есть это целый комплекс действий, которые осуществляла предыдущая власть фактически после Минских соглашений. И как показала практика, этот путь, но он не дал по большому счету ничего хорошего. Ярослав, я напомню еще один момент, важный, очень важный и для украинцев, и для россиян. Почему в 2014 году, извините, не отменили визы, точнее не ввели визы? Власть Петра Порошенко тогда говорила, что если Украина введет визовый режим, то на соответствующий шаг пойдет и Россия, и в отношении украинцев будут введены визы, и это сильно ударит по миллионам, наверное, зарабетчан, которые из Украины работали в России. Вот сейчас на это уже, я так понимаю, внимания не обращают, да? Ну, не обращаю, тогда такое внимание было во многом странным. Почему? Уже сейчас мы видим, во время боевых действий уже несколько человек, по крайней мере, то, что известно со СМИ, работали на Россию, именно из тех граждан, которые выезжали на территорию России, украинских, и там были завербованы, сейчас действовали в интересах России. Тоже много вопросов, как гражданин Украины, когда идут боевые действия, едут на территорию России работать. Потом его берут в плен, бывало, и такое, так, работяг простых. А потом государство Украина должно решать его проблемы, его вопросы, и ценой, часто на секундочку, те граждан России, врагов, которые работали здесь, на них, надо было возвращать в Россию другие вопросы решать. Поэтому это такой аргумент, знаете, ну, если государство не может дать там рабочее место в Украине, там не может решить много вопросов, так что мы давайте будем врагу отпускать украинцев, а потом этот комплекс проблем все решать, и теперь они нас догоняют, эти проблемы в многом. Поэтому это тоже логика, она была такая присутствует, конечно, но это, как показала практика, тоже была неправильная логика, она не дала ничего, по большому счету, хорошего. Кстати, сейчас на территории России сотни тысяч граждан, которые еще выехали до 24 февраля этого года, и находятся там до сих пор. Ну вот на этом фоне интересно звучат заявления представителей Кремля, согласно которым они-то как раз визовый режим вводить с Украины не планируют. Как вы считаете, с чем связана эта позиция? Ну это связано с тем, что идет захват украинских территорий, множество людей, они с украинскими паспортами, так, и это, конечно, мешало неким юридическим процедурам перемещения граждан Украины с территории Украины на Россию, а мы это видим очень много таких случаев. Это была бы проблема для парагоничной их службы и так далее. Только этим это можно считать вызванным. И эта возможность тоже дать возможность тем гражданам Украины, которые работали в интересах России, тоже беспрепятственно въехать на территорию России, в которых нет российского паспорта. Это только связано, связывать можно с такими действиями. Конечно, не надо искать какого-то там гуманизма или, слушайте, вот в глазах врага. Наоборот, мы пытаемся разоблачать, вот как раз показывать правдивое, истинное лицо Российской Федерации. То, что сейчас представляется как жест доброй воли, является ничем иным, как продолжением агрессии, продолжением оккупационной деятельности, которую ведет Российская Федерация. Скажите еще, введение визового режима предполагает, что в случае, если человек так и хочет поехать в Украину, он должен обратиться в какие-то дипломатические отделения, посольства, например. А ведь Украина разорвала отношения с Россией, да? То есть фактически это просто запрет на въезд. Куда обращаться-то россиянам, если они хотят поехать в Украину? Ну, это то, что я говорил вначале. Сейчас никак и сейчас никуда. Это вопрос, когда боевые действия будут прекращены, это вопрос будущего. На данном этапе вообще невозможно гражданину России фактически попасть на территорию Украины разве по какому-то спецразрешению. Увидим некоторые граждане, которые приходят на сторону Украины. Это очень индивидуально, это там решается на высшем уровне. А так это невозможно простому гражданину России сейчас ехать в Украину. Скажите, пожалуйста, вот сейчас просто хочу услышать ваше мнение. Как вы считаете, каково влияние каждого россиянина, индивидуального, который прибывает в Украину, и если проводить уже параллель с тем влиянием, которое российская или русская культура оказывает, что сильнее? Наверное, все в комплексе, сложно так сказать. Зависит от гражданина, зависит от того уровня восприятия информации конкретного человека, и конкретно имею в виду в Украине. Я думаю, это сложно так оценить. Я к чему спрашиваю? Просто с одной стороны, визовым режимом можно предотвратить проникновение сюда российских ДРГ или российских агентов влияния. С другой стороны, в интернете сегодня можно найти великое множество информации в качестве видеоклипов, в кино, или же в библиотеках до сих пор можно немало книг найти, влияние которых или пагубное влияние которых на умы рядовых украинцев может быть значительным. Конечно, может быть значительным. Это комплекс проблем, введением виз россиянам мы не прекратим все, любые контакты, любые возможности влияния россиян на Украину. Но, повторюсь, это зависит не только от силы их влияния, от их мощи пропаганды, которая во многом преувеличена на самом-то деле, сколько и восприятия украинцами информации и понимания того, что происходит в Украине. Надо разбираться в том числе и в себе, и в своих мотивациях, а не только пытаться запретить, это невозможно в современном мире все запретить. То, что да, мы должны контролировать как государство ту или другую информацию, влиять на ситуацию, но надо быть объективным, невозможно полностью прекратить поступление той или иной вражеской информации на территорию Украины. Во многом это зависит от иммунитета самих украинцев, как воспринимать эту информацию и бороться с ней. И мы на самом деле видим сейчас большой прогресс в этом направлении. Действительно, украинцы начали думать и понимать во многом то, чего не было раньше за все 7 лет агрессии России против Украины. Вот можете уточнить, как введение визового режима отразится на отношениях Украины с людьми, которых называют хорошие русские, но я бы сказал полезные русские. Это те граждане России, которые осуждают режим Путина и помогают Украине в борьбе с ним. Вот вводят визы, эти люди хотят поехать в Украину, перебраться в Украину, чтобы помогать бороться с Путиным. Им станет сложнее это сделать? Ну, таким гражданам может и не сложнее, потому что подается соответствующая информация, желание это или в консульство, или другим способом. Изучается информация, изучается человек, и он может получить право въехать на территорию Украины. Но я говорю, это будет после, сейчас о этом говорить сложно. Но это в то же время, знаете, когда без визы будет въезжать 9 плохих русских, и один хороший, если мы уже так сравним, это тоже как бы опасный процесс. Это никак, я не думаю, что желание человека в России помочь Украине въехать на территорию Украины, ему не сможет попрепятить без визового режима. Это возможно абсолютно сделать больше, это будет фильтром дополнительным. Если человек действительно хочет, если он действительно пытается помочь Украине, въехать на территорию Украины, он это должен сделать какие-то для этого действия, а не просто приехать там и смотреть, где лучше, где как. Действительно, это должен быть мотивированный человек. Ярослав, опять же, хочу услышать ваше мнение. Правильно ли давать украинское гражданство тем адекватным представителям Российской Федерации, которые с самого начала войны, еще в 2014 году, или после полномасштабного вторжения, всячески поддерживают украинскую сторону и выступают против российской агрессии? Это очень индивидуальный вопрос. Может быть, неприятно. Я понимаю множество граждан Украины, которым этот вопрос, ну, неприятен, они как бы против любых предоставлений гражданства россиянам в Украине. Но если мы хотим достичь победы в войне с Россией, а мы этого хотим, конечно, и она, ну, хочется нам этого или нет, они не закончатся на территории Украины. Мы должны влиять на территорию России, мы должны влиять на российский режим и сделать все, чтобы там свергнуть тот режим, который сейчас существует. И без помощи россиян, без внутренней изменения в повестке дня в самой России, это делать невозможно. Поэтому такие граждане, которые, россияне, которые готовы помочь Украине, которые помогают Украине, они, конечно же, могут помогать не только в Украине самой, ну, и влиять на территорию России. Иногда, да, для этого нам надо таких людей поддержать, дать им возможность защитить их украинским паспортом гражданства, потому что против них могут быть уголовные дела в других там государствах, и россияне могут пытаться их вытащить к себе. То есть вариантов, ну, как бы, много, но это, я считаю, что это должен быть очень точечный подход, очень индивидуальный, и, в принципе, каждый случай или надо объяснять, или делать так, чтобы он не был настолько, возможно, известен общественности. Это ненормально, когда просто будут даваться те или иные паспорта, это будет известно общественности, и не будет никаких комментариев по этому поводу. Вот в чем главная проблема, если уже этот процесс запущен, если мы хотим идти по этому пути. Ярослав, спасибо большое. Ваша позиция ясна. Думаю, большинство украинцев ее разделяет относительно индивидуального подхода к каждому конкретному случаю. Спасибо большое. Ярослав Макитра был с нами, политический аналитик, политтехнолог и журналист.